и как вы попали к нам вообще-то смотрел ваше видео по ю тубе так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я не против просто у меня по-русски чуть пожалуйста говорите можно выключить камеру так что нужно включить камеру для включила и эти ключ из камеру не понял даже вы меня видите нет нет я вас вижу включить мою камеру авариста могу ли я говорить так как так без камеры без камера он из камера что такое у нас не принято так что какая-то тайна тайна в тайне не надо говорить мы рассуждаем о божественных вещах это полезно для всех нет нет они просто но еще что что-то боитесь чего-то или что нет ничего не боюсь просто камеру включите тогда мы открыто разговариваем вы пришли в гости я воспринимаю ничего тут нет плохого у нас из армении приходят тут недавно сколько было с греции с америки из разных мест и все открыто теперь мой вопрос такой я на 6 месяцев назад молиться богу чтобы вы не слышите я слышу говорите и 6 месяцев назад молиться бога чтобы бог не поставь мою вторую половинку какая-то девушка стала стала ухаживать какая-то девушку и ухаживать него пять месяцев и через пять месяцев она мне она мне скажет что у него есть нет чувства теперь не знаю что делать как воли сделать по волю господу вот как довериться богу если нет никакого чувства жизни то никакой не будет а то все будет тягость люди то женятся по любви значит не то не ваша надо просто дождаться если по-другому никак нельзя апостол павел говорит лучше остаться одному потому что будете иметь скорби по плоти а мне вас жаль мы два года три года назад веревание были у нас миссионерская поездка была у меня 38 книг я приехал подарить и библиотеку раз это все заснято нас там очень хорошо встретили мы жаль что вас ничего вас не видел озера севастийска там на ночевали но когда мы обратно доехали до грузии а потом надо было азербайджан то азербайджане нас очень сильно трепали чтобы были в армении беседовали ли в кгб с армянским где мы ночевали с кем беседовали а в армении еще нас не спрашивали там а кто камень и армения первая страна который принял христианство да но на прямой из армении в азербайджан мы не могли ехать надо было снова в грузии возвращается у нас там у меня крестник там что ваш не вас не видел очень жаль что не видел теперь мне мучает этот вопрос от господа ли это девушка или нет ну в первую очередь нравится она не нравится теперь ответ на чувство есть или нет и надо молиться вот как узнал его узнаем то мы молимся об этом просим господа что положил на сердце как правило надо познакомиться с ее родителями не просто она хорошая она будет такая непослушная тебя будет давить и ты будешь подкаблучник будешь ее слушать все а жизни тогда никакой не будет одно делается она умнее тебя и может вести а бывает просто любит командовать у тебя такой позор будет в жизни на тобой дети мало смеяться будут это дело очень даже не простое надо что был какой-то духовный человек побеседовал вы верующий но у вас священник то есть там какой то есть но вы попробуйте к священнику то и и поговорить с ней вместе сходите чтобы священник помолился и тогда будет видно вот в москве заезжаем там храм христа спасителя а рядом метров 200 там берсеневский храм и там армяне у него отца кирилла сахарова то и нас хорошее отношение его арсен звать арсен он православный веру принял крещение говорит приняли брат его там был и они мне звонят мы иногда разговариваем а также вот тут можно посмотреть наши ролики с ним беседы стоят у него тоже там какие-то вопросы насчет работы было трудно сработает я врат и в москве а я в барнауле ты там поди к священнику ты но и поговори работу надо очень хорошими шавна была заработная и по силам тебе было по разуму по твоему это вопрос очень непростой она просто скажет что со мной его интересно его интересно но него и чувства нет чувства для дальнейшего вы какой веру исповедуете григорина армянскую или православную армянский церковь армянская церковь но у вас же там есть священник да и она кто армянка или русская нет она девушка армянка армянка да ну вот вы друг друга понимаете вот если она не пойдет к священнику вопроса никакого нет разойдись и больше не не смотри на это значит для вас у бога может быть другое назначено надо с ее родителем я поэтому я по этому тему с ней поговорили он скажет она скажет что не хочет слушать совет какой-то человек это не ваша иначе жизни никакой не будет она тебя будет душить и душить под каблуком держать тебе зачем это нужно еще не замуж не вышла уже она козыряет тобой это не годится ты должен как мужчина сказал все потом съездить вместе к ее родителям познакомиться своим родителям приведи чтобы они увидели кто она такая не просто так вопросе же это да только так главное надо заботиться о душе чтоб домашняя церковь была чтобы вместе молились если дети будут чтобы дети были верующие там кто-то есть вас что ли такие звуки нет телефон билет у меня все уже сколько месяцев мучает этот вопрос я с не встречаю но никак не могу знать от бога ли она или нет ну вот я вам сказал к этому вопросу не возвращайтесь если она не расположен у как ты ты воровать не будешь связывать и не будешь я сама тебя не любит тут уже ничего не сделать вот так что она она бывает к нему не расположена у меня знакомая такая была но он парень настойчивый он съездил к ее родителям родителям он понравился а я не нравится но потом поближе то познакомились а еще не женились а она его увидела а он такой специалист он юрист у него все есть верующий и она теперь соседи то знали что и ей он не нравится а теперь горит она его полюбила ребятишки и агар считаю лучше его никого и нету она его не хотела как так получилось а он знакомился он не торопился с родителями верующие молились и потом ее сердце расположилась а когда уже пошли дети то я у нее все есть все есть он ее сильно любит и хорошо зарабатывает и теперь соседи то узнали вот какой пример сама говорила не люблю а сейчас без него шагу никуда она тоже с первым сказал что не любит да да но я знаю она мне близко знакомая девчонка но родителям она когда поехали к ее родителям то а родителям он понравился он самостоятельный у него квартира хорошая машина хорошая он работает юристом закончил институт университет или там с красным дипломом очень умный верующий вот так надо богу довериться а если она не любит не расположенную надо домой свозить ее скажу поедем пока не прикасайся к ней посмотрим познакомимся а потом к священнику пойти по вопросу священника она сказала что не хочет узнать совет от другого человека как другого то это духовный отец где ты причащаешься как это не чужой человек это родной священник чужим не бывает если ты там причащаешься все на исповедаться все рассказать как надо вот так главное чтобы вы вместе считали святую библию вместе молились вместе храм ходили вот тогда по-другому будет а если просто так 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 то во всем мире делает а толку-то от этого тут ничего не сделаешь это серьезный вопрос вам сколько лет 23 23 я в 23 года уверовал по библии в 23 года это господь так делает бог открывает и ты поверил а когда поверил жена что было верующие они верующие жизни никакой не будет ты туда она туда вот так вот и будете тянуть друг друга она не будет слушаться ты в командировку она пойдет гулять куда-то а если она верующие у нее страх божий есть ты поехал куда сказал священнику чтобы она ходила тут молилась и друзья были верующие смотри как дружные люди то бывают когда верующие они верующие я ничего не обязывает таких как ты она на каждом углу найдет а когда верующие она понимает и нельзя ничего делать это за грех это нельзя значит ваш совет что познакомиться с ней родителями да обязательно их своим родителям свозить у вас родители есть вот родственники познакомить чтобы она увидела что вы не проходим из какой-то что вы самостоятельный что можете ее содержать а если она будет отвлекать этот вопрос если она не появится уже вопросов нет она не хочет ее забудь ее забудь молись и бог если ты должен быть женатый бог тебе как-то пошлет другое как так мужчин меньше так и она козыряет чего она думает как так работаешь где-то что ты работаешь что у тебя средства есть квартира есть а ничего не да как жениться то я сам-то женился у меня и квартиры не было и она такая же но оба верующие мы в храме вокруг друзья но дальше уже в оба работаем дальше квартира уже было и все остальное до пройдет вас как звать артур артур вот когда пройдет время и вы вспомните что я вам говорил не настаивай даже на этом просто помолись посоветуйся можешь что делать так сначала к священнику сходи ему расскажи все посоветуйся чтобы он помолился а потом с ней начинай говорить свозить к родителям она не хочет не хочет наш она не твоя как ты не потянешь селом это вопрос не на день день я не против познакомиться с ней родители но если она будет асана не хочет тут еще не сделаешь по любви надо было чтобы чтобы жена да боится мужа боится мужа это евангелие написано ты посол а поступают посланник эфесянам а мужчина да любит жену свою вот так у вас библия то есть считайте слушая по аудио в аудио но все равно у нас здесь барнауле армянская церковь есть и когда нас собирает глава города религиозных деятелей там всегда бывает священник их репсимия у них храм веймарик и репсимии а то репсимия это еще она была еще когда не было разделения то и наша святая она точно православная наша святая а папа по столище sky григория на армянская церковь она идет от апостольских времен у нас четвертом веке уже было у православных в десятом веке на 6 столетий позже пришли у вас там местом хакедонский собор что-то не так а когда мы говорили а священник говорит у нас все понимаем как православное мы все одинаково правда крестит неправильно надо погружать полный чтоб в воду человек ушел три раза в воду а у вас как-то там в чашку руки положат и совсем не как нужно молиться богу чтобы послать другого человека или молиться если она не может то каким-то образом ей но и этот вопрос трудный как бы как уже ты уже полюбил тебе расставаться неохота но и не мужчин как себя по молести все нет защит нет и на это вопрос никакого нет дальше бог усмотрит этот вопрос переживается не смертельно то все это он поехал один русский там костенко а счет она ему письмо написал он застрелился чё нормально разве какие переживания родственникам да и у вас самоубийца самоубийца не спасется он в ад пойдет надо помнить об этом после смерти наступает другая жизнь в рай пойдешь ты или в ад вот об этом за заботиться надо а это красота на сегодня красивая завтра уже состарилась ты ищи доброе сердце чтобы она была послушная чтобы она за тебя ухватилась и ни шагу никуда мужиков то намного меньше вот у русских на 18 миллионов меньше 18 миллионов женщине замуж уже не выйти никогда им мужиков то нету они запились до закурились так вы если посчитаете священное писание или вы слушаете какие-то вопросы духовные там непонятно где-то вы сходите к священнику своему он называется священник отец отец у нас точно так же называется и на бумажку запиши вопросы приди ему все расскажи напиши и оставь ему на бумажке как звать эту же женщину девушку то расскажи чтобы раз ее нету чтобы он помолился о тебе бывает один раз помолится и все меняется ты никуда священника не отходи вот этого отец и поставлены чтобы смотреть за тобой ты его как ли дитё ребенок он заботится я вам честно скажу у меня уже сколько месяцев даже вам скажу что лет у у меня есть мысли что я стану священником просто а священника как звать у него есть мысли что он станет священником вы священником будете но раньше 30 лет нельзя быть надо только когда 30 лет исполнится то есть через семь лет только можете быть священником это правило каноны так что никак раньше нельзя ставить даже если тебя толкать будут и тогда не соглашайся ну вот все если вопросов ничего нет спасибо я вам сейчас даю мой мобильный телефон номер мобильного телефона если вы когда-нибудь выйти в ереване то я просто рад буду есть вот вы так и сделали напишите ее имя попроси чтобы пойти к священнику дискать пойдем а если она не пойдет один сходи скажи ему ну и он скажет давайте помолимся месяц хотя бы ты молись дома усердно и священник будет молиться и есть скажи давай молиться это артур хочет дать свой телефон на всякий случай мобильный кому вам если вы нет я не звоню никому если будете в ереване когда-нибудь а нет я в ереване не буду уже все уже не не буду никогда мы проехали с миссией мы проехали от владивостока до лиссабона португалия прошли скандинавию прибалтику все у меня 38 книг вышла из печати я везде дарил библиотеки и в ереване моих книги есть так что можешь посмотреть 38 лапкин игнати скажите у вас тут из россии были вам книги дарили два года назад там молодежь была все женщины мужчина не было мы сфотографировали с ними вместе на видео засняли и скорее ехать какой церкви видали книги какие в библиотеке центральная библиотека города и национальная библиотека как-то заходишь там и ну теперь уже я их вижу прям как перед глазами кажется 4 женщины было выехали эту дорога ехали рыбу продавали рыбу купили потом сварили ночевали а на утро уже мы были в грузии спрашивали на этом искупались там сами собака было ведь значит мне всегда всегда молиться молиться прямо говорить господи господи устрой как тебе угодно я не знаю господи как ты сделать так чтобы было мне по воле твоей святой если это от тебя как у авито она никуда не денется но только обязательно скажи священнику и да ему напиши как ее звать чтобы он молился и скажи давайте месяц будем молиться с одну месяц два там сам назначь какое время а в это время господь сделает так как ты не думаешь сегодня на тебя смотреть не может а завтра без себя жить не может вот как может быть это дело но во славу божию спасибо слава христу все тогда спасибо храни господь вас лучше конечно не жениться быть одному для бога а так пойдут ребятишки ты осеменишься и тебя нигде не будет апостол павел горит вы женитесь у вас скорби будут по плоти а мне ваш жаль а жена когда не слушается если она верующая мы опять стали помолились и она слушается а когда не слушается если не верующие то ничего ты с ней не делаешь бить жену нельзя бить никак нельзя это мусульман он кинжалом ткнет и все а у нас нельзя это спасибо вам что не рассказывать по славу божию это хорошо молиться на артур мне тут написано артар а может артур может а это не артур от артур тут лишь как-то говорите буксовать начинаешь ну ладно давай еще ты на думаешь тут метода беда с вами